Привет! Вы на канале «АвтоСтронг», а вокруг меня мотоциклы нашего двухколёсного бренда «МотоСтронг». Все эти мотоциклы недавно приехали из Европы, а сейчас продаются по заманчивым ценам с полным комплектом документов. Мы настолько уверены в состоянии этих мотоциклов, что вы можете проверить их с любым экспертом. Если нужно, снимайте пластик и меряйте компрессию. Всё будет чётко. А ещё мы поможем с доставкой в Россию. Звоните в «МотоСтронг». Все контакты в описании. Ну а сейчас мы сделаем подробнейший обзор первого собственного дизеля Hyundai Kia. Итак, встречаем 2.5 CRDI. В 2000 году на автомобилях Hyundai Kia появился новый турбодизельный двигатель объёмом 2.5. Это разработка именно корейских инженеров. Ранее на заводе Hyundai выпускали копию двигателя Mitsubishi 4D56 объёмом 2.5 литра. Этот двигатель имеет обозначение D4CB и не имеет ничего общего ни со своим старшим собратом турбодизелем объёмом 2.9 литра, ни с младшими моторами объёмом 2.0 и 2.2 литра. Этот двигатель создан по классическим канонам 2000-х годов. У него чугунный блок, легкосплавное ГБЦ, два распредвала, 16 клапанов. Гидрокомпенсаторы присутствуют. Цепями ГРМ приводятся распредвалы, также цепи ГРМ приводят ТНВД и балансиры. В отличие от заимствованного предшественника, этот двигатель объёмом 2.5 литра оснащён непосредственным впрыском. Поставщиком топливного оборудования явилась компания Bosch. Данный двигатель ставился всего на два автомобиля – Hyundai H1 и Kia Sorento первопоколения. Сегодня мы будем разбирать двигатель, снятый с Kia Sorento 2003 года. Изначально на все версии двигателей 2.5 CRD ставился турбокомпрессор Garry GT 1752 S с перепускной заслонкой. Позднее на двигатели мощностью 163 и 170 лошадиных сил устанавливали турбокомпрессор BorgWarner BV43 с изменяемой геометрией. К турбокомпрессорам вопросов нет. Они выходят из строя из-за проблем с прорывом газов из камер сгорания в пространство под клапанной крышкой. Также бывали случаи, что из-за износа вала роторов и его уплотнений масло из картриджа попадает во впускной коллектор. Двигатель, работая на этом масле, уходит в разнос. Прямо сейчас мы познакомим вас с человеком, который поможет нам раскидать этот мотор. Встречаем, Сергей. Мы начинаем нашу разборочку. На моторах 2.5 ЦРДИ до 2013-го ремонта. Использовали клапан EGR с вакуумным приводом. Затем стали использовать с электронным сервоприводом. А в 2006 году начали использовать жидкостное охлаждение в системе рециркуляции отработавших газов. Клапан ходит хорошо, проблем не вызывает. Все проблемы и ошибки обычно решаются чисткой. Если надо клапан отшить, то он глушится без проблем. Этот двигатель, как и многие другие дизеля, оснащен захлопкой, которая призвана в момент глушения двигателя перекрывать воздух во впускной коллектор. Если турбина погнала масло во впуск и двигатель начал раскручиваться до запредельных оборотов, то глушите его сразу. И захлопка тогда, быть может, спасет ему жизнь. Топливные форсунки на двигателях 2.5 ЦРДИ до весны 2006 года и после разные. Обновленные форсунки, помимо пилотного впрыска, еще осуществляют дополнительные, после основного. Их ресурс очень огромный. То есть все форсунки Bosch обычно служат долго. Примерно 300 тысяч километров и больше. Обычно выходит из строя из-за некачественного топлива. Изношенные форсунки сливают топливо в обратную магистраль. Из-за этого двигатель может долго и неуверенно заводиться, а также глохнуть из-за ошибки по недостаточному давлению топлива. Форсунки на двигателях 2.5 ЦРДИ классифицированы. Всего существует три класса, номера которых указаны сверху на форсунках. В 2009 году компания Hyundai пояснила, что на одном двигателе можно использовать несколько классов форсунок, но не в любых комбинациях. В частности, на одном двигателе нельзя использовать все три класса форсунок. Тогда топливная система будет работать некорректно. Если форсунки две одного класса, то две другие должны быть класса соседнего. То есть форсунки первого и третьего класса не дадут корректно работать в топливной системе. А вот если три форсунки одного класса, то к ним можно добавить еще одну форсунку любого класса. Хотя изначально производитель говорил, что использовать на одном двигателе надо четыре форсунки одного класса. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА До марта 2003 года с сердцем топливной системы двигателя 2.5 CRDI был ТНВД Bosch CP3S3, который развивал давление до 1360 бар. Позднее появился насос CP1H3, который развивает давление 1600 бар. С ним двигатель начал соответствовать нормам Евро-4. В обоих случаях на ТНВД установлен механический насос подкачки. Износ сплунжеров этого ТНВД довольно-таки редкое явление. Обычно это происходит из-за эксплуатации автомобиля на некачественной солярке. Изношенный ТНВД приводит к появлению ошибки по низкому давлению в топливной рампе. Тогда двигатель может заглохнуть под нагрузкой и долго запускается. Нередко двигатель 2.5 CRDI может заглохнуть на ходу, потом долго заводится, а потом заглохнет через одну-две секунды. Появляются ошибки P1185 и P1188, указывающие на повышенное или недостаточное давление в топливной рампе. Виновником может быть любой узел топливной системы от фильтра до ТНВД. Но обычно виновником является клапан-регулятор, который находится на самом ТНВД. Он отвечает за объемную подачу топлива к плунжерам. Регулятор может исправно щелкать при подаче на него напряжения, а также во время теста, но сам работать некорректно. Поэтому для постановки верного диагноза надо подкинуть заведомо исправный регулятор давления топлива. Также из-за этого регулятора давления топлива двигатель может неуверенно работать при трогании, дергаться. Также наблюдается провал и мощность. А также известно, что этот клапан-регулятор может убить некачественный топливный фильтр, который засоряет топливо ворсинками. Также отметим, что причиной недостаточного давления в топливной рампе, особенно при высоких нагрузках на двигатель, может быть аварийный клапан, который находится в торце рампы. Считается, что его пружинка некорректно отрегулирована на заводе и он стравливает топливо в обратку задолго до достижения запредельных величин. На моторах 2.5 CRDI с весны 2006 года используется электронный управляемый клапан сброса давления, и он тоже может чудить. В торце двигателя D4CB три цепи ГРМ. На данном этапе разборки мы вам можем показать только одну верхнюю. В общем, две верхних цепи ГРМ приводят распредвалы, ТНВД и левый балансир, а нижняя цепь ГРМ приводит маслонасос и правый балансир. Цепи ГРМ ходят хорошо, примерно 300 тысяч километров. Если металлический звон начался раньше, значит либо пробег смотан, либо же цепи некачественные. В случае перескока и обрыва верхней цепи известны обычно, когда встречаются клапаны и поршни, лопаются рокеры, может погнуть распредвал, а клапаны обычно не страдают. При замене цепи ГРМ надо соблюдать метки на звезде коленвала, на промежуточной звезде ТНВД и на звездах распредвалов. Вот, собственно, оставшиеся две цепи ГРМ, балансирные валы и условно проблемный правый вал, о котором мы вам скоро подробнее расскажем. Поздние и самые мощные двигатели 2.5 CRDI оснащены пластиковыми клапанными крышками, которые трескаются возле правого переднего угла. Пластиковые и легкосплавные крышки невзаимозаменяемые. Пластиковые крышки приходится менять на новые. Важная особенность двигателя 2.5 CRDI – это то, что гнезда форсунок не изолированы от пространства под клапанной крышкой. Поэтому при прогорании огнеупорных шайб, газы и сажа примешиваются к моторному маслу. Тогда двигатель сильно сопунет, и при снятии трубки системы вентиляции картерных газов оттуда будет валить дым столбом. Владельцы частенько не вовремя замечают эту проблему, и это приводит к износу вала турбокомпрессора и закупориванию маслозаборника. Следующий шаг – двигатель застучит одним из вкладышей. Также из-за прорывов газов перегреваются распылители форсунок, и они могут заклинить. В феврале 2009 года производитель выпустил технический бюллетень, в котором предписывал замену огнеупорных шайб при выходе из строя турбокомпрессора. Правильные шайбы должны быть толщиной 2 мм, а форсунки должны крепиться на новые болты и зажиматься с усилием 30 Нм плюс-минус 2 Нм. Колодцы форсунок надо обязательно очищать от нагара, особенно донышки. А если на донышках выгорел алюминиевый сплав, то придется фрезеровать их до ровной поверхности и садить форсунку на две медных шайбы. В 2009 году по моторам 2.5 CRDI проводилась еще одна отзывная кампания. На двигателях, которые были выпущены с весны 2006 по февраль 2008 года, меняли винты, которыми крепятся форсунки. Потому что на заводе эти винты были зажаты с чрезмерным усилием, шляпки отрываются и тогда форсунка может выстрелить в подкапотном пространстве. Форсунки были сняты и по наличию сажи в двух отверстиях постели распредвалов мы можем сказать, что шайбы там прогорели и масло загрязнялось сажей и газами. А вот по состоянию распредвалов мы можем сказать, что масло в этом двигателе использовалось качественно и менялось вовремя. Субтитры делал DimaTorzok Правый балансир известен заклиниванием. Проблемы возникают по его заднему вкладышу. Нарушается смазка, возникает выработка и зазор, через которые уходит давление масла. Тогда вкладыш буквально наваривается на заднюю шейку балансира, либо же запекается вместе с опорой в блоки цилиндров. Тогда нижняя цепь рвется, цепь, которая приводит маслонасос. Тут важно понимать, что такая проблема происходит с моторами, которые долго эксплуатировались на загрязненном либо же некачественном масле. Многие моторы 2.5 CRDI прошли более полумиллиона километров с балансирами, но при условии нормального масляного сервиса. Скоро взглянем на состояние заднего вкладыша, но по переднему вкладышу, который сейчас в блоке, уже видно, что со смазкой в этом двигателе было что-то не так. На блоке цилиндров установлен вот такой громадный теплообменник. По сути это радиатор, который омывается антифризом. Так вот, между алюминиевым и стальным корпусом может возникнуть масло, которое попадет в систему охлаждения. ГБЦ двигатели D4CB регулярно уезжают на ремонт из-за трещин между выпускными клапанами и каналами системы охлаждения. В таком случае газы попадают в контур антифриза. Заваривать трещины дело не всегда успешное. Лучше поменять ГБЦ на контрактную из «АвтоСтронга». Отметим, что пары впускных и выпускных клапанов здесь расположены поперечно, поэтому ни один из распредвалов не является ни впускным, ни выпускным. Повреждений в ГБЦ мы не замечаем, но моторчик явно подъедал масло и, возможно, его гнала турбина, потому что здесь много масла во впускных и выпускных каналах. Блок этого двигателя чугунный. Если говорить о состоянии цилиндров, то задировок мы не наблюдаем, но он изношен, а на некоторых донышках поршней виден масляный нагар. Некачественное, а главное засоренное сажей масло приводило к тому, что подгоревшие частички попадали в маслозаборник, и двигатель, пытавшись всосать масло, выгибал сетку маслозаборника в другую сторону. Многие владельцы правильно отреагировали на появление красной маслёнки на панели приборов и глушили двигатель. В таком случае удастся просто почистить поддон и маслозаборник. Но на самом деле грязное масло успевало нанести парам трения очень большой ущерб. Мы пристально рассмотрели вкладыши балансиров передней и задней. На обоих вкладышах мы видим следы износа из-за отсутствия нормальной смазки. Также видим продавленные участки. В общем, балансиры на этом моторе могли уже стучать и были очень близки к заклиниванию. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В конце 2008 – начале 2009 года двигатель 2.5 CRDI снова стал участником отзывной компании. На этот раз из-за неправильной затяжки шатунных болтов. Много двигателей заклинило из-за того, что шатунная крышка просто отвалилась. Это происходило на практически новых автомобилях с пробегом 10-15 тысяч километров. Многие из них были проданы в странах СНГ. Моторы меняли по гарантии. Дефектными оказались двигатели, которые были выпущены с середины 2008 года. Шатунные коренные вкладыши не способны долгое время работать без нормальной смазки. Поэтому примеси в масле, загрязненное масло, а также падение давления масла меньше 1 бара приводят к полусухому трению, проворачиванию вкладыша, а также навариванию вкладыша на шейку каленвала. С нашим мотором очень интересная ситуация. Все вкладыши изношены, они потертые. Есть даже следы выкрашивания, то есть здесь явно было полусухое трение. Но шейки каленвала выглядят как новые. Мы не обнаружили на этом двигателе серьезных проблем с маслом. Да, прогоревшие огнеупорные шайбы натворили дело. В масле был мусор, но вкладыши как-то уж слишком драматично на это отреагировали. Согласимся с мнением, что, наверное, на двигателе 2.5 ЦРДИ вкладыши слишком мягкие. Есть и такая точка зрения. Компрессионные кольца подвижны, маслосъемное кольцо не закоксовано. Ну, конечно, надо еще постараться закоксовать маслосъемные кольца. Они высокие. Наверное, хон в цилиндрах пропал из-за проблем со смазкой. Разборка закончена. И вот такой вот интересный двигатель мы сегодня разобрали. Двигатель 2.5 ЦРДИ. Неплохой. Проблемы начинаются, если владельцы доводят эти моторы до ручки. Если вы хотите знать о моторах, коробках и БУ запчастях абсолютно всё, обязательно подпишитесь на наш канал, поставьте лайк этому видео, заходите на наши соцсети, заходите на наш сайт. Покупайте у нас только отличные запчасти. Помните, что с вами всегда была есть и будет компания «АвтоСтронг». Субтитры создавал DimaTorzok